Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал... Подождите, не, что-то не то... Konnichiwa! Watashi, Игур-сан! И добро пожаловать на канал, с вами, как всегда, Игорь. И сегодня мы поговорим с вами о втором эпизоде Demon Slayer. Охотник на демонов, клинок рассекающий на демонов, опять же, неважно как. Перевели для вас название этого сериала, одного из крутейших аниме, который мы можем смотреть сейчас с вами в 21 веке. Меня недавно в комментариях спросили, Игорь, ты же обычно тут анализируешь достаточно философские такие сериалы с глубоким каким-то сюжетом? Что же ты делаешь с Demon Slayer? Зачем ты вообще делаешь какие-то на него обзоры? Мало того, что их практически никто не смотрит, так это и не совсем то, что ты обычно здесь обозреваешь. Я могу на это ответить достаточно просто. Да, согласен практически с любой критикой в сторону Demon Slayer. Его можно вообще переменать давно в рояль в кустах, охотящийся на демонах. Но при этом это все равно остается одним из крутейших аниме, которые я когда-либо видел, потому что никто, как клинок, растекающий демонов, не умеет создавать просто очень крутые, эпичные моменты, которых пусть в этом эпизоде и не было. Пусть второй эпизод и достаточно серьезно так проигрывает первому по всему, что именно я хочу увидеть в этом сериале, но все равно этот сериал для меня становится событием. Я вчера заметил по себе, что после того, как сделал подписку на Кранчерол, я прям сижу и обновляю, ну когда же уже, когда же уже появится второй эпизод, который я смогу наконец-то посмотреть, и это будет один из главных моментов для меня на этой неделе. Потому что какая бы ни была правильная критика в сторону этого сериала, он все равно умудряется создать у меня очень сильные эмоции. А я смотрю фильмы, сериалы, читаю книги, комиксы, играю в компьютерные игры не только для того, чтобы получить из них какие-то умные финансовские мышли, которые заставят меня посмотреть на жизнь по-другому, но еще и для того, чтобы испытывать сильные, мощные, очень-очень нужные человеку для того, чтобы существовать нормально в этом мире эмоции. И Клинок обычно дарит эти эмоции с лихвой, пусть в этом эпизоде такого лично для меня и не произошло. Ну, давайте действительно уже разберем сюжет, слава богу, у нас эпизод был достаточно коротенький, и я сейчас перед работой заспанный, но все-таки надеюсь успею поделиться с вами своими мыслями и эмоциями. Опять же, опять же, серия начинается с того, чем она закончилась в прошлый раз. Опять же, это логично, учитывая, что нынешний сериал, который мы с вами смотрим, это просто фильм, который выходил в кинотеатрах, и теперь разбили его на эпизоды, как это было с бесконечным поездом. Мы видим, что Токито, вот один из столпов, он как раз продолжает мучить того самого пацана, говорит ему, отдай мне ключ, отдай мне ключ. Пацан такой, нет, не отдам, нет, не отдам, ни в коем случае не дам тебе ключ. Мы еще пока что не понимаем, почему он так сильно противится столпу, но, естественно, Танзера, будучи Танзера, должен вступиться за ребенка, потому что, опять же, если вы до сих пор не поняли, что Танзера всегда будет вступаться за слабых, на которых нападают, то я не знаю, чем вам уже помочь, но, опять же, Танзера получает по мозгам. Потому что столб тумана у нас по-прежнему ежик в тумане, как мы его видели в конце первого эпизода. Помните, когда он тогда косплеил одного из солистов Иванушки Интернешнл? Какая форма была у того облака? Как она называется? Дай на небе тучу! Я тогда думал, что чувак все-таки хотя бы воспринимает, что происходит вокруг него, потому что, как бы, все столпы собрались, и хозяин дома пришел, и вместе они судили Танзеру и Недзуку, и что с ними делать, но в результате действительно просто чувак настолько был в ауте, настолько его интересовали облака летающие вокруг, что он даже не совсем обратил внимание, что там был какой-то чувак по имени Танзеру, что у него была вот эта вот коробка, в которой он держит свою сестру Демоницу. Поэтому сейчас, когда он видит нашего главного героя и видит ту самую коробку, где сидит как раз Недзука, потому что сейчас солнце, и она не может вылезти, и он такой, что-то мне знакомые вы, ребята, что-то где-то я вас видел, блин, где-то... А пофиг, господи, дам по мозгам, и все. Я прямо в этом моменте, когда смотрел, в экран чуть ли не кричал Танзера, лобешником его, лобешником, ты прекрасно знаешь, что у тебя крутой козырный лобешник, ты уже один раз чуть не вынес столпаем, попробуй еще раз, ну хотя бы попробуй. Но нет, на этот раз таки-то ему просто вообще нет смысла каким-то образом тратить свои нервы и силы на вот этих двух мешающихся ему букашек, он говорит, так, я, короче, столб, дайте мне ключ, и Танзера выдает просто пламенную речь о том, что там кузнецы, и столпы, и охотники, и они пусть и, естественно, делают разные дела, но эти дела, они одинаково необходимы, они одинаково нужны, потому что без катан, которые создают кузнецы, охотники на самом деле не смогут убивать демонов, и такие-то такой вроде, проникается, проникается, а потом, короче, что ты хреню несешь? На, и херак его просто. Ну, в принципе, здесь понятно, для чего была речь эта Танзера, потому что нам показали, что Хаханадзука как раз был там, и подслушивал ее. Надо показать уже, что в какой-то момент их отношения должны измениться, потому что, ну, сколько можно из сезона в сезон повторять одну и ту же шутку, один и тот же гэг, типа, а, ты сломал мой меч, я тебя убью, бегу на тебя с ножом, и порежу тебя на части. Они должны, видимо, уже каким-то образом подружиться, но как только Танзера приходит в себя, Хаханадзука, естественно, валит, хотя буквально несколько секунд до этого он предлагал притащить обратно вырубившегося Танзера обратно в деревню Кузнецов. Итак, проснувшийся Танзера узнает, что вот этот вот малец, ему всего лишь 10 лет, его зовут Котетсу, его отец умер, именно его отец создал того самого робота, которого пытался завести Токетто. Вот этим вот ключом, который он допрашивал у пацана, нужно заводить вот этого робота, который шестирукий и который обладает какими-то суперкрутыми приемами, может воспроизвести более 100 различных движений, и он таким образом как бы служит симуляцией, повторяет какого-то бывшего воина, который существовал более 300 лет назад. После чего пацан говорит Танзеру, слушай, ты в общем хороший чувак. Да, в принципе, тот, конечно, говорил достаточно правильные вещи, когда говорил о том, что пока ты, пацан, не даешь мне ключ и тратишь мое время, тратишь время с толпа, ты даже не представляешь себе, сколько людей я могу спасти за это время. И таким образом, мешая мне, ты на самом деле убиваешь людей. В этом есть определенная правда. Но при этом он все равно вел себя достаточно противно. Поэтому, Танзеру, я тебя научу, я тебе покажу, что именно нужно сделать, чтобы стать сильнее. Ты будешь тренироваться с этой куклой, ты научишься делать новые какие-то движения, в результате станешь сильнее, чем этот столб, и покажешь ему. Танзера же тем временем обращает внимание, что эта кукла очень сильно ему кого-то напоминает. Во-первых, у нее точно такие же серьги в форме карт, как у него. Во-вторых, эта фигура где-то ему знакома. И он говорит, блин, он же мне снился. И тут прилетает почему-то ворон, воронесса такие-то, который начинает над ним смеяться, издеваться, говорит, да ты вообще, вы вообще двое, а ну подойти ниц, потому что перед вами был только что столб тумана, а его отец был там столпом, суперстолпом, который научил его дыханию дня. Это что-то самое первое дыхание. Я немножко запутался в лоре в данной секунде, но я сейчас как раз пересматриваю первые сезоны. Надеюсь, в каком-то моменте мне что-нибудь напомнят по поводу дыхания дня. намеков на спойлеры, потому что вы у меня замечательные, милые, просто прекрасные люди, обязательно мне объясните. Но Котецу опять же вступается за Танзера, он шлет эту ворону на три буквы и говорит, что в принципе-то сны могут быть воспоминанием предков. Это притча, которая у них крутится в деревне кузнецов. И мы уже естественно понимаем, понятное дело, что это действительно воспоминание предков, потому что мы видели насколько был похож тот самый персонаж именно на Танзера, они даже одеты были одинаково, и естественно между ними было знакомство. Мне уже намекнули, да, так намекнули очень недвояко, я уже более-менее понимаю, о чем идет речь, кто этот был Мечник более 300 лет назад. Спасибо вам, конечно, за это большое, когда я прошу не спойлерить, но вы при этом продолжаете спойлерить, делая намеки, которые будут понятны абсолютно всем, куда они именно ведут, это все равно спойлерить. Я не понимаю кайф людей в этом, если честно, особенно когда вас просят, не спойлерите, ну красиво вроде попросил, ну самое красивое, насколько я могу, ну не спойлерите, ну в чем кайф портить людям экспириенс? Почему? Вы задумайтесь, если вам нравится портить, что это говорит о вас? Ну в общем, далее нам показывают длинные тренировки, Котецу не дает Танзеру ни кушать, ни пить, там только бы иногда проходит какой-то дождь, и таким образом Танзеру получает хоть какую-то влагу и продолжает существовать, он продолжает тренироваться с этим роботом и не может сказать этому десятилетнему дебилу, чувак, мне нужно что-нибудь похушать, пожалуйста, я не знаю, где ты наслушался о таких методах тренировки, но они не супердейственны, но Танзеру она же очень вежливый пацанчик, поэтому ни в коем случае не может сказать Котецу, что тот что-то не тот делает в данной ситуации, и проходя тренировки, из раза в раз он становится, естественно, все сильнее, 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 когда в конечном итоге у него наконец-то получается справиться с этим роботом, с шестируким роботом, который косплеит, опять же, одного из величайших воинов прошлого поколения, какой-то эпохи, которая была более трехсот лет назад, опять же, еще один момент, в котором Танзера, ну такой Танзера, ну потому что по-другому он просто не может, это когда он уже готов практически вырубить робота, он готов отрубить ему голову, и если он этого не сделает, то робот, скорее всего, порубит его в куски, потому что он уже тренируется с настоящими катанами, в этот момент Танзера думает, а не умереть ли мне, потому что Котец уже расстроится, если я сломаю его робота, которого он боится, что не сможет починить, так как отец умер и не передал ему нужные знания для того, чтобы это сделать, но пацанчик тоже проходит здесь определенный путь, у него тоже есть развение характера, тоже есть развитие персонажа, и он говорит, Танзера, давай мочи его, я-то разберусь, я смогу, я справлюсь, я научусь, как правильно в конечном итоге починить этого робота, главное, чтобы ты достиг нужной точки, чтобы стал сильнее, чтобы в конечном итоге показал этому такие-то, где раки зимуют. Мне вот интересно, Танзер у нас, ясное дело избранное, он показывал невероятные вещи на протяжении прошлых сезонов, не будучи столпом, он справился с одной из лун, да, конечно же, вместе, в тандеме с Тенгеном и с помощью Иноски, и с помощью Дзенитсу, но все равно, он не столб, и он умудрился в конечном итоге убить Баки, Даки, не помню, Даки, по-моему, он у нас чуть ли не справился с нижней луной, помните в лесу, когда он отрубил им голову, но в конечном итоге оказалось, что понадобился у нас все-таки другой столб, чтобы закончить это дело, он у нас в первом эпизоде вообще не обладая никакими навыками смог обмануть одного из столпов, это ему не сильно помогло, но он сделал интересную атаку, которая произвела впечатление на столпа в данной ситуации, мне вот интересно, опять же, что же у нас будет с Танзера, если он достигнет уровня одного из столпов, я вначале думал, особенно вот в начале Бесконечного поезда, когда он знакомится с Рангоку, что Танзеру будут вести у нас по дорожке, в которой он будет каждый раз, буквально в каждую арку изучать что-то новое, какое-то новое дыхание, в конечном итоге он вовлечет во себя все дыхания и таким образом он сможет справиться с этим, с Муадзаном, кибуцу. Ну, вы помните, как закончился Бесконечный поезд, да и вроде бы в арке Красных фонарей он не учился, как правильно использовать дыхание, звук или что-то в этом роде у Тенгена, поэтому у меня по-прежнему вопрос, увидим ли мы Танзеров в каком-то его пике, и если это будет пик на уровне столпов, учитывая то, что он показывал до этого момента, что же там будет? Он же будет, получается, даже круче абсолютно всех, а может быть и всех мест взятых. Ну, посмотрим. Вот что значит записывать видео с просони. Забыл-то сказать самую важную вещь. В конце, после того, как Танзер справляется с роботом, отрубает ему голову, там появляется какая-то супер-крутая катана, которая прибавляет как минимум тысячу к силе, 500 к виталити, еще добавляет там маны, ну, вы знаете, дальше по списку. В общем, скорее всего, это как раз и есть та самая катана, которой пользовался этот рыцарь более 300 лет назад. Именно с помощью этой катаны можно будет убить Мадзана Кибуцу, как бы его там ни звали. Ну, это я так предполагаю, но мне кажется, я здесь не ошибаюсь. Во всяком случае, посмотрим через неделю, если вы мне, как обычно, не проспойлерите. Все, спасибо. В любом случае, как я уже сказал, эпизод достаточно лайтовый, в нем был вот этот вот фирменный юмор клинка, который мне обычно не заходит, мне, если честно, кроме Инуски вообще никто не вставляет в плане юмора, его не хватало, кабана не хватает в этом сериале, в этой, в этом сезоне, потому что нет никого, кто бы сказал «Ура!» Я не знаю, что я сказал, но общую тональность вы поняли, я думаю. В общем, не хватает мне главного пахана, в прошлом эпизоде он, опять же, единственный, кто доставлял в плане юмора. Поэтому, когда юмора нет, мне нужно побольше эпика. Я надеюсь, что в следующем эпизоде нам уже представят антагонистов нашей локации, и у нас начнутся хоть какие-то схватки. Хотя, судя по заставке, возможно, нас ждет гораздо больше времени именно со столпом любви. Забыл, как ее зовут Митсуи, по-моему, ну или что-то в этом роде. Ну что, друзья, если ролик вам понравился, поставьте лайк, напишите интересный комментарий. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся интересные истории. Не подписывайтесь на этот канал, просто потому что вам хочется подписаться. Я не знаю, я уже устал это повторять. Ну сколько можно подписываться, потом отписываться буквально на следующий ролик? Ну я же объясняю, зачем нужно подписываться, если вам нравятся интересные истории в разных их проявлениях. Нет смысла подписываться, если все, что вам нравится, это охотник на демонов. Нет смысла, потому что закончится сериал, я буду говорить, что это в чем-то совершенно другом. Подписывайтесь только, если вам нравятся интересные истории в различных проявлениях, и если вам нравятся ведущие, вам интересно его слушать. Если нет, нет смысла вообще ставить подписку. Если да, подписывайтесь. Лучше уж пускай по одному человеку в месяц добавляется, чем по 10 в день добавляется, а на следующий день 11 отписывается. Ну, мне это менее приятно, чем вообще не видеть никакого роста. Поэтому вы подумайте, прежде чем подписывайтесь, хорошо, вам нужен этот канал вообще или нет. Большое-пребольшое вам спасибо. Ну и, как всегда, хотел бы сказать огромное-огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty и на Patreon, делает какие-то донаты. Благодаря вам этот канал продолжает существовать и развиваться далее. А я, как всегда, всех люблю, всех целую, до сих пор, от вас свет, не забывайте, фэнтези это круто.